Приветствую вас! Есть такое слово психологии, которое вы, наверное, должны знать, если увлекаетесь психологией. Это слово терапия. Это не совет, это не слова, это не рекомендации, это именно работа над собой с помощью психолога по решению как внутрилических проблем, так и коррекции поведения. Терапия это то, что вам нужно, ни слова, ни поддержка, ни советы, тем более, которые просто советы и не более того, а именно терапия. В силу того, что вы молоды, терапия много времени занять не должно. У вас еще достаточно свежи в памяти воспоминания о тех скандалах, которые происходили в вашей семье и происходят до сих пор. У вас свежи воспоминания о травмах, которые вы получили в результате этих скандалов, драк и прочего. И все это вам нужно подкорректировать. Но делается это не в процессе советов, не в процессе каких-то вариантов, а делается это в процессе работы над собой. Вот. Это первое. Терапия. Второе. Второе, что хотелось бы вам сказать. При наличии у вас стеснительности, увлеченности сериалом, что и без избегания ухода в сериал, да, то есть ухода от реальности. При наличии данных факторов я бы не рекомендовал вам увлекаться психологией. Я бы не рекомендовал вам это делать. Потому что на пользу вам это не идет. Ну, подобные моменты на пользу вам не идут. Нельзя увлекаться психологией людям, у которых есть проблемы. Потому что книги по психологии, да, например, книги по психологии написаны для специалистов. не для клиентов. Понимаете? Вот. И очень тем более не для тех клиентов, у которых есть проблемы. Ну. Ну. В жизни. Ну. Вот. Это. Такой аспект. Дальше. Значит. Чувствую свою жизнь неполноценной, скучной и неинтересной. Грустно. Подобный аспект связан с подавлением ваших желаний. И с тем, что вы свои желания не реализуете. Не можете. Нет возможности. Не хотите. Боитесь. Может быть что-то еще. Неважно. Неважно. Вы не реализуете свои желания. У вас есть очень много. Надо. Я должна. У вас есть обычное здоровое. Могу. Но абсолютно не захочу. То есть все хочу подавляться. И все ваше хочу подавляется в обиды, в негатив, в злость, в раздражение. Значит. И так далее. В психологии подобные чувства называются рэкетными. То есть. То есть. Что значит рэкетные чувства. То есть. Шантажные. Как еще их называют. То есть. Вы не можете. Не можете. Реализовать. Свои желания. Прямо. Вы не можете реализовать свои желания адаптивно. Вот. И в итоге вы их. Реализуете их. Ну вот. Так как. Можете в виде сериалов. В виде. Значит. Обид. В виде боли. В виде стеснительности. В виде грусти. И так далее. Вот. Все это чувства. Не естественные. Не аутентичные. Вот. Вот. То что вы написали. То что вы описали. Аутентичным. Является только грусть. Аутентичным. Чувством. А. Является только грусть. Здесь. Вот. Но ведь грусть. Это следствие. Всех этих чувств. не было. То есть. Может быть. Может быть. Если. 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 Быть. Этих чувств не было. Что. И грусти бы. Не было. Хотя. Грусть. Безусловно. Важна. Эээ. Нужна. И. Полезна. Иногда. Вот. Дальше. Так. Эээ. В крайнее время. Я очень. Втянулась. В один сериал. В крайнее время. Не очень понятно. Это значит. Последнее время. В нём показаны. Жизнь обычных девчонок. Примерно. Моя ровесница. Даже чуть младше. Девятнадцать. Скоро двадцать. А. В принципе. Ничего особенного. Они живут. Так. Ага. Понятно. А. Я заметил за собой. Слишком много его смотреть. Эээ. Значит. Все свободное время посвящаю ему. Учитывая мою увлеченность в психологии. Я проанализировал данные ситуации. Понял. Что дело в том. Что их жизнь в сериале. А. По сравнению с. Моей. А. Совсем иная. Тут вот. Вы пишите. Довольно сложное предложение. Написалось. Что сделать специальные скандалы в семье. Между взрослыми. Эээ. У меня на глазах. Порой доходящий за брак. Белой вороной в школе. Из-за моей деснительности. Скованных средам. Я почти уверен. Что проблемы мне на это повлияли. Но речь не об этом. Об этом. Об этом. Корень в этом. Вас зажали. Вас подавили. Вот. Из-за этого проблема. Невроз. Отсюда. Главник. Обычная. Обычная. Такая. Как в принципе у многих людей. Я понимаю. Сейчас я раскрывал. Стало для меня отручным. Уходом от злой реальности. Которая не могу изменить и повлиять. Можете? Можете изменить и повлиять. Например. А. Свои. Свою семью. Да. Менять. Ну. В принципе бесполезно. Да. То есть. У них. Есть проблемы. У них есть сложности определенные. И. Было бы наверное. Глупо думать. Что вы. А. Можете. Там. Как то их вылечить. Но. Вы можете от них отдалиться. Вы можете отдалиться от них. Вы можете. А. Начать жить отдельно. Это вам вполне по силам. Сделано. Вот. Но. Вы. Хотите учиться. А. Заработать. Хотя. Вы можете. Вы можете сперва найти работу. Работать. А. И. Потом. Уже. Когда. Ну. Заработаете денег. Вы могли бы. Начать. А. Учиться. И. Обеспечивать. А. Себя. И так далее. Вот. Сейчас. На вас. Важнее. Все таки. Обрести. Именно. Именно. Свободу. И. Именно. Независимость. Потому. Что. На вас. Очень. А. Негативно. Влияет. То. Что. Происходит. В семье. Вот. То есть. Ситуацию. Изменить. Вы можете. Изменить. Но. Первое. Вы играете. В игру. Разве это не ужасно. И. И. Возможно. Все из-за них. Углубиня души. Это первое. А. Второе. Вы. Находитесь. В позиции жертвы. Из. Треугольника. Карпмана. Вот. А. Что. Действительно. А. Может быть. Вам. Имеет смысл. Изучить. Потому. Что. Это. Это. Могло бы. Действительно. Помочь. Здесь. Просто. Собрать. Вот. Такой. Треугольник. Катмана. Вот. Это. Действительно. Полезная. Полезная. Информация. Для вас. Вот. А. Потому. Я. Очень. Часто. Слышу. От. Людей. Такие. А. Ничего. Изменить. Вот. Но. На самом деле. Это. Не так. Это. Иллюзия. Опять же. Та. Реальность. Которую. Людям. Справили. То есть. Там. Говорят. Например. Говорили. Что. Вы. Не на что. Неспособны. Ты. Ничего. Не можешь. Ты. Ничем. Не справишься. Та. Далее. Та. Далее. Вот. Психология. Этому всему. Название. И. Можно. Все это. Отслеживать. И. На все это. Реагировать. Адекватным образом. Самым. Вот. Но. Это работа. Еще раз повторяю. Это терапия. Это. Ни в коем случае. Не. Советы. Ни в коем случае. Не. А. А. Какие-то. Сразы. Типа. Найди. Там. Увлечение. Та. Далее. Та. Далее. Вообще. Меня. Удивило. Немного. То. Что. Сказали. Что. Ну. Вот. Начали. Рассказывать. Да. Об этом. О том. Что. Ну. Как. Как. Видите. Советы. Людей. И. Если честно. Я. Очень. Удивлен. Потому. Что. Он. Так. Мог сказать. Человек. Который. Не имеет представления. Об психологии. Вы вроде бы имеете и так говорите. Вот. Так. Я отдаю себе отсчет. Что. Так продолжаться не может. Не надо как-то изменить все ситуации. Ну как. Ну смотрите. Эээ. Во-первых. Ээээ. Сериал вам бросать. Эээ. Смотрите. Наверное. Наверное не стоит. Так что по крайней мере быстро. Точно не стоит. А что значит. Ээээ. Вы подумайте о том, а лучше даже запишите себе, что конкретно вы хотите, значит, ну, что вам нравится, что вам интересно в этом сериале, то есть, что больше всего цепляет в данном сериале, что, чего хочется, чего хочется, вот, больше всего, чего хочется вам, вот, ну, в этом контексте, вот, понимаете, конечно, тут, вот, и дальше нужен план, четкий, четкий план, что я могу сделать, могу сделать для того, чтобы, на что-то, реализовать то, что мне там нравится, то есть пусть сериал, пусть сериал станет для нас таким, знаете, ориентиром, ну, ориентиром значит, который направляет вас, направляет вас, ну, скажем, скажем так, по жизни, вот, да, и всё, не надо его бросать, не нужно переставать его смотреть, наоборот, полезная вещь, вот, то есть, например, ну, там, дальше я буду об этом сейчас говорить, но, да, вот, например, активная социальная жизнь, допустим, да, что для этого нужно? Чувствовать себя свободной, вы можете чувствовать себя свободной, например, нагонять в своей семье? Нет, значит, что нужно сделать, ну, потому что семья на вас, как бы, объективно влияет, да, вот, объективно она на вас воздействует, то есть, значит, от этого никуда не деться, от того, что она на вас влияет. Это значит, что с ней, с этой семьей, находясь, как бы, в её, ну, среде её, это значит, что вы, скорее всего, ну, не сможете никогда добиться своих целей, вот, это значит, что первое, это, стараться, вот, ну, первое, что, ну, нужно, нужно сделать, вот, понимаете? Дальше, следующий момент, так, значит, нужно как-то изменить всю эту ситуацию, какую ситуацию нужно изменить, знаете, ну, вот, что интересно, да, какую именно ситуацию вы хотите изменить, что вы хотите изменить, конкретно, то есть нужны четкие цели, у вас, у вас, четких целей нет, у вас нет четких целей, в данном случае, по крайней мере, я их, я их не вижу, этих целей, все-таки, в ситуации все в целом, ну да, изменить нужно, но согласитесь, что цель, да, она довольно-таки такая, серьезная, и нет ничего удивительного в том, что вы, ну, не то чтобы, прям, боитесь, ну, не то чтобы, прям, боитесь, это, может быть, не боитесь, но, ага, вы ставите себе заведомо такую цель, которую будет сложно выполнить, вот, и это не случайно, понимаете, то есть вы не случайно ставите себе такую цель, отдаленную немного, от реальности, вот, понимаете, и это, это необходимо учитывать, то есть вы, как бы, сами себя, да, сами себя, загоняете в угол, это, что-то вы, ну, то, что вы так делаете, не случайно, у этого есть цель, у этого есть, необходимость, я загоню себя, себя в такие рамки, вот, и в итоге все останется так, как было, ничего не изменится, вот, поэтому я думаю, я думаю, вы это делаете не случайно, вот, значит, дальше, идем, сейчас я временно не работаю и пока не учусь, ну, соответственно, здесь вот нужно исходить из ваших ценностей, то есть поступать вы, наверное, будете, когда, осенью, наверное, вот, но в любом случае работать вам никто не мешает, не более, что поступаете вы на заочку, ну, вот, заниматься, занимаюсь саморазвитием, читаю полезные книги, изучаю языки, занимаюсь без упражнениями, вот, ну, как видите, полезные книги вам не помогают, вот, мне чего-то не хватает, не могу точно утверждать, чего именно, но не знаю, возможно, именно того, что показано в этом сериале, такой же, ведь это невозможно, только сериал хоть и очень жизненный, да нет, почему, возможно, 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 это возможно, у вас же нет друзей, да, как вы говорите, у вас нет парня, вот, поэтому вам всего этого хочется, естественно, и все это возможно сделать. Я догадываюсь, что мне сейчас, эээ, написан ответ на этот мой большой набор слов, ну, набор слов у вас небольшой, эээ, что-то наподобие найди себе друзей подруг, вторую половину, часто выходи в свет, эээ, я очень хочу, но не одна, а ходить не с кем. Вот интересный момент, да, у вас, очень хочу, но не одна, а с кем-то. А вам-то самой тогда, что интересно? Почему, если куда-то ходить, то обязательно с кем-то? Зачем? Ведь это ваши интересы, это ваше увлечение. А так получается, что увлечение интереса воспринимается как средство, средство, не более того. Вот. Так, про молодость вы правильно сказали, правильно говорите, как именно это сделать, я не знаю. Знаете, найти друзей, находить друзей, нужно по увлечениям. По занятиям, по хобби, по интересам. Вот. Вот так это нужно делать. Не привет, как дела, да, как вы пишете, не привет там, давай дружить, нет. Именно по интересам. Но вы исключаете это, потому что не хотите куда-либо ходить одна. Да. Вот. И все, по сути. Данный круг получается. Всего-то нужно раскрыть что, раскрыть свои интересы и сделать что-то для себя. Всего-навсего. Просто начать делать что-то для себя и все. Вот. Так, повысить уверенность в себе, стать общительной. Но ведь я, начиная с 12 лет, пытаюсь это сделать. Как-то переступить через себя честно. Я не знаю, что мне делать. Что мне делать, чтобы что? Понимаете, повысить уверенность в себе это работа, это терапия. Я не знаю, как вы пытались сделать. Я не знаю, что вы делали. Но я знаю точно, что без психолога повысить уверенность в себе очень сложно. И займет много времени. Вот. Потому что уверенность в себе это получение обратной связи от того, что вы делаете. То есть, как бы, получение своей собственной персональной обратной связи от того, что вы делаете. Не оценка другими людьми от того, что вы делаете. Да. Не привязка обратной связи к людям, которые, ну, вокруг вас, например. А внутренняя оценка того, что вы делаете. Как первичная оценка. То есть, да, другие люди могут оценить то, что вы делаете. Конечно, конечно, конечно. Другие люди могут это сделать. Могут. Не проблема. Не проблема. Могут оценить. Но вы, только вы, окончательно принимаете решение. Понимаете? Вот. Поэтому я думаю, что так. Я думаю, что так. Уверенность в себе повышается только таким образом. А общительность расширением кругозора и принятием себя. То есть, коррекции, коррекции ей повышает общительность. Коррекции таких внутренних фраз, обращений к себе, как «ты глупая», «ты ничтожная», «тебе не нужно этого говорить», «зачем ты это говоришь», «это не имеет смысла», «не имеет значения», «это тупо глупо» и так далее. Вот. Вот эти моменты, эти моменты, да, эти моменты и необходимо корректировать для того, чтобы повышать общительность. То есть, с одной стороны, повышать кругозор, с другой стороны, вырабатывать ваше отношение к правоте аргументов, то есть, вообще, обучаться общению. То есть, если у вас, там, постоянно ссоры в семье, да, и доходит даже до драк, вот, то понятно, что любую неправоту, да, то есть, любую неуверенность, любое расхождение во взглядах вы воспринимаете, скажем так, по-особенному. Не так, как воспринимают, ну, здоровые, полноценные личности, да? Вот. И это восприятие нужно корректировать. Это восприятие нужно корректировать. Это работа с чувствами, это работа с эмоциями, с эмоциональным интеллектом, эээ, с ценностным аппаратом, возможно, вашим. Знаете? Вот. Т.е. Например, я хочу, допустим, ну, как бы, эээ, как бы вы себе говорите, да? Вы себе говорите. Я хочу, ага, допустим, ну, что-то сказать. Я хочу, допустим, выразить свою мысль. Эээ, как я считаю, да, она должна быть выражена. Как? Как? Какие у неё должны быть, эээ, критерии? У, мыслей. Моих. То есть, эээ, что должно, что должно быть в них, в моих мыслях? Ну, это как пример. Ну, да? Вот. И вот это вот переоценивать, переоценивать. Эээ, я столько всего перепробовал, что именно, и от достинчивости избавиться, и друзей найти. Часто всего, банальный привет, как дела ЭДП. Мне, конечно, есть приятность с ними, приятно общаться, но живут она далеко, так человек можно назвать друзьям по прибитке, и всё. Новых найти. Ну, как? Неужели просто взять и написать на барабель, привет, давай друзей, детский сад. Во-первых, почему написать? Она, эээ, как я уже сказал, писать не нужно. Нужно действовать. Да, но не делать что-то для себя. Не писать. Это первое. Эээ, второе. Значит, эээ, а достинчивость и избавиться, это принять себя. Достинчивость, это что такое? Стыд. Стыд, это навсегда сравнение, сравнение себя с другими. Так, ага, значит, дальше. Познакомиться с парнем, эээ, пыталась на знакомствах в инете. Ну, то есть, опять, у вас, эээ, почему-то инет обладает. То есть, вы поймите, что в интернете, эээ, люди, эээ, специфичны, по большей части своей. То есть, в интернете люди, они, эээ, как бы, приходят туда, эээ, не просто так. Не приходят туда, либо, потому что им хочется легкого результата. Это первое. А, либо, потому что у них не получилось реализовать, эээ, себя. И, поэтому, они, эээ, пришли в интернет. Вот. Далее. Эээ, в интернете люди воспринимают друг друга, как товар. То есть, там нет, ээ, рамок привычных, там нет ничего общего, нет никаких условий для выстраивания нормальных отношений. Поэтому вы и сталкиваетесь с тем, с чем сталкиваетесь. Но, опять же, опять же, я не верю в то, что вы, эээ, не знали об этом, когда знакомились в интернете. И делаете, делаете это сознательно для того, чтобы еще раз лишний, лишний раз убедить себя в том, что то, что вы делаете, не имеет никакого смысла. И, позволить себе быть в этом тупике, который, в котором вы находитесь. Кстати, игра тупик, эээ, тоже может быть вам изучена, она, отчасти, эээ, ну, про вас. Вот. Понимаете? То есть, эээ, вы следуете только одному курсу какому-то, да? Один какой-то курс у вас. И все. Понимаете? А все почему? Потому что акцент вы делаете на людях. Не на своих интересах. Не на своих ценностях. Не на своих увлечениях. А на, на других людях. И в этом, в этом, и заключается основная, основная беда. По факту. Там что, эээ, когда человек ориентируется на людей, он обрекает себя на зависимость. Так, эээ, дальше, эээ, ну, значит, так, может, конечно, есть другие способы, которые я не пробовал. Ну, да. Да. Эээ, суть всего этого бреда, в желании найти ответ на вопрос, как представить сериалом и сделать свой один, хотя бы приблизенный к той, что в нем показано. Терапия, принятие себя, работа с самооценкой, повышение собственной значимости и освобождение от негативных оградительских сценариев, которые у вас есть. Ну, так же, эээ, создание своей собственной системы ценностей. Вот, если вкратце, то это вам нужно сделать. Эээ, далее, перестать обесценивать. А, точнее, раскрыть источники и отслеживать, эээ, обесценивающие нотки в вашем мышлении. А то, если вы говорите, что это бред, да, это обесценивание. И это не ваши слова. Это не ваше мнение. Это мнение других. Кого? Отдельный вопрос. Какой целью? Люди говорят, это другой вопрос. Но это, это обесценивание. На этом все. Надеюсь, это помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, пожалуйста, помочь. Если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи. Удачи! 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 Удачи!